2023 год в Югре пройдёт под эгидой добрых, неравнодушных, отзывчивых и чутких людей. Именно таких небезразличных нефтьюганцев городской архив пригласил для беседы со школьниками на тему взаимопомощи. От любой помощи человек что-то получает. Она всегда является взаимопомощью. Ты отдаёшь, ты получаешь. Поэтому любая помощь, она идёт две стороны. Поэтому детей надо приучать к этому, чтобы им легче жилось, чтобы им проще жилось, чтобы они были объединёнными, сплочёнными, дружными, поддерживали друг друга, подсказывали друг другу. Молодёжь – источник новых идей. Для того, чтобы ребята привносили в волонтёрство свои предложения и задумки, сначала краткий экскурс в историю. Примеры альтруизма в животном мире и сплочённость народов в дни трагедий. Например, после землеторсения в Армении 1988 года. А также помощь и в наши дни. В условиях горной местности, где от одного населённого пункта до другого, от одного поселения до другого, там не только большие расстояния, но и тяжёлые условия, особенности рельефа, то мы понимаем, что если не дать кровь путнику, не дать ему воды и еды, то он мог бы погибнуть в таких условиях. Сегодня неравнодушные нефтьюганцы собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса и наших солдат. Так, на встрече ребятам показали, что уже собрано благодаря местному хору ветеранов, предпринимателям и активистам группы «Тепло из дома». Что переживает сейчас каждый россиянин, подчеркнули словами Владимира Высоцкого. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины, и ещё и выплачут без вас, и без ваших улыбок тускнеют и вянут рябины. В рамках акции «Новый год детям Донбасса» в гуманитарном Грузии есть и сладости. А для наших солдат – тёплые вещи, среди которых 300 пар носков. Ещё учащийся школ пишут солдатам и своим ровесникам весточки. Участников очень тронули такие истории. Если бы я был на их месте, вот мне пришло письмо, я прочитал. Это такая как бы энергия, то, что тебя где-то ждут, что ты не просто воюешь там, а то, что реально за что-то, что о тебе думают. Ты не просто куда-то тебя закинули, ты один. Нет, с тобой целая страна. Сейчас, когда уже проводят такие мероприятия, значит, важно понимать, что уже нужно браться, что нужно уже что-то делать, а не сидеть на месте и думать. Чуткость, участие и отзывчивость формируются в человеке постепенно. Так, своими вдохновляющими личными историями вступления в ряды волонтёров поделились священнослужитель, жена-добровольца, участники гуманитарной миссии и сотрудники архива. Алина Морозова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова